Угашать Святого Духа лично – это возможно? Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Угашать Святого Духа лично, не собранием, а лично каждому из нас. Как избегать этого? Со дня Пятидесятницы каждый, кто пришел к Богу с покаянием и верой в Иисуса Христа, дети Божьи, исполнены Духом Святым. И сегодня Святой Дух все так же, как и в дни Иисуса Христа и Первой Церкви, находится на земле с нами. И дела, служение Святого Духа все так же действует нам в Его Церкви через нас. Бог, Дух Божий, не меняется. И Бог все так же хочет и действует в современное время и в и через Свою Церковь, то есть через нас с вами. Дух Святой все так же хочет через нас служить Церкви и через Свою Церковь. Дух Святой все так же освящает, ведет нас в жизни и служении, свидетельствует. Помогает нам измениться, оставить грех и делать добрые дела. Он ведет за руку нас по современной жизни и готовит для встречи с Богом, Отцом Небесным, Иисусом Христом. Угашать Святого Духа лично – это возможно. Часть первая – в последнее время. Есть только одно препятствие для Него – это сам человек. Это воля и выбор каждого отдельного человека. Дух Святой как огонь, но Он изменяет все, к чему прикасается. А человек своим выбором и волей может угашать этот огонь Духа Святого. Как нам не стать одним из таких людей? Мы посмотрим, что сейчас в последнее время происходит в некоторых церквях об отношении там к Святому Духу. Конечно, это не у нас с вами. И посмотрим некоторые случаи, чтобы нам не попасться в эти ловушки сатаны. Этот подкаст – первый из трех, говорящий о последнем времени. Скорее, о поведении людей в греховном мире. Это важно для того, чтобы знать, в какое время мы живем и не угощать Святого Духа лично. И, конечно, как нам вести себя со Святым Духом. В следующих двух подкастах я рассказываю о дарах служения и оплодах Святого Духа в последнее время, указанной апостолом Павлом. Что произойдет в это время с Духом Святым и теми, кто будет отмечен печатью Святого Духа. Задайте вопрос Богу, где мое место в Твоей Церкви? Мы много говорим и будем говорить о Боге, Иисусе Христе и Духе Святом на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Веяние времени и Святой Дух Мы сейчас посмотрим некоторые места Писания, которые говорят об одном времени, только с разных сторон и положений, отношении к Святому Духу. Это очень важно, знать время, в котором мы живем и что происходит. Сначала посмотрим, что говорит апостол Павел в послании к римлянам о людях, которые, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмышленное их сердце. Послание к римлянам 1 глава, стихи с 28 по 32. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребства. Так что они исполнены всякой неправдой, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Они злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы и немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это послание к римлянам 1 глава, стихи с 28 по 32. Павел пишет, что люди изменятся. Не земля, технологии, а отношения людей друг к другу. Последние дни угошать Святого Духа лично. Посмотрим, что апостол Павел говорит во втором послании Тимофею. Глава 3, стихи с 1 по 5. Знай же, что в последние дни наступят тяжкие времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, среблолюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недрежелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшихся. Таковых удаляйся. Павел учит Тимофея, что именно в последнее время люди, друзья, не технологии, самолеты, гаджеты, а люди станут такими. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвастливы, горды, богохульники, непослушны родителям, те, кто не уважают своих родителей, неблагодарны, безбожны. Будут бездушны, безжалостны, клеветники, сплетники, не сдержаны, грубы, ненавистники добра. Станут предатели, те, кто не держит завет, обещание, договор. Безрассудны, надменны, любящие удовольствие больше, чем Бога. А благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Не иметь с такими людьми ничего общего. Павел говорит про таких людей, кто не принял Бога в свою жизнь, то есть не верующие в Бога люди. А благочестие будет только внешней формой, но реальную силу благочестия отвергнут. Павел говорит, чтобы мы не имели с ними ничего общего, таковых удаляйтесь. Оставайтесь в Божьей любви. Но это проберется и в церковь. Конечно, не в нашу с вами, а в другом городе. Но это уже начало происходить и во времена Первой Церкви. Почитайте послание Иуды. Там всего одна глава. Мы возьмем несколько стихов послания Иуды, а именно стихи с 17 по 21. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Это послание Иуды, 1 глава стихи 17 по 21. В последнее время появятся люди в церкви, наглые, идущие на поводу своих низменных желаний. Эти люди сеют разделение. Они следуют только своим природным инстинктам, а Духа Святого не имеют. Духа Святого не имеют и угошают Святого Духа лично. А нам, говорит, сквозь время. Но вы, дорогие, стройте из себя на святейшей вере, молясь в Духе Святом. Оставайтесь в воле, в Божьей любви, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа, дающей вечную жизнь. Мы выбираем Святого Духа и силу Его. Эти люди вроде бы и в церкви, вроде бы и благочестивы, но это для них лишь внешняя форма, но Его реальную силу, силу и помощь Духа Святого они отвергнут. Эти люди следуют только своим природным инстинктам, а Духа Святого не имеют. Такие люди следуют не за освящением, ведением Духа Святого, а последуют своим инстинктам. Но, друзья, это будет и в церкви нашей. Мы от этого никуда не денемся. Павел пишет, что будут люди, не у нас с вами, в другой стране, конечно, которые не будут исполнены Духом Святым, а ведомы своими инстинктами. Будут жить не силой, словом Святого Духа, а собственными заключениями. Да, именно так мир будет давить на церковь Божью, на земле, в последнее время. Но мы знаем, что и врода ада не одолеют ее. Так ведь? Мир будет входить в церковь не гаджетами, телевизорами, гитарами, а именно отречением от Духа Святого и силы Его, угошать Духа Святого лично. И будут ведомы похотями, инстинктами этого мира, и поступать так, как этот мир с его похотями. Человек может быть ведомым или инстинктами, греховной плотью, или Духом Святым. Человек выбирает сам. Но мы с вами уже выбрали Святого Духа и силу Его. Так ведь? Дары Святого Духа в современное время. В следующем подкасте я расскажу, что происходит в церкви, не у нас с вами, друзья, с дарами и плодами Духа Святого. Сестры, братья, задайте вопрос Богу, что Он хочет сделать через вас в вашей общине. Прямо сейчас помолитесь и спросите, задайте вопрос. Приглашаем вас в путешествие по Библии с Духом Святым. Подписывайтесь и пошлите вместе в это увлекательное путешествие. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.